Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, а значит вновь на ваших экранах молодежные новости. Сегодня мы вам расскажем и покажем актуальные и интересные новости округа. Как говорил Лев Толстой, весна – это время планов и проектов. Невозможно не согласиться. Сейчас самое время продемонстрировать свои навыки и умения, как это делает молодежь Подмосковья. Всегда с огромным интересом и удовольствием слежу за событиями в данной сфере. Например, 16 марта прошел открытый конкурс-фестиваль «Одаренные дети Подмосковья» в номинации «Фортепианные ансамбли». В этом году только дуэты прослушивались членами жюри в вочном режиме. «Фортепианные ансамбли шестиручные и восьмиручные», «Трио» и «Квартеты», соответственно, прослушивались по видеозаписи. Лауреатами стали 23 ансамбля и 29 участников, а дипломами за подготовку лауреатов награждены 24 преподавателя. Да, талантливых людей у нас всегда было очень много. Таких, как Лермонтов, Достоевский, Пушкин. Кстати, а ты знаешь, где провел свое детство великий писатель Пушкин и где его няня Арина Родионовна учила русскому языку? Конечно, в усадьбе Захарова. Ого! Точно! А недавно на сцене Захаровского дома культуры состоялся окружной фестиваль-конкурс «Песни из советских кинофильмов» в рамках проекта «Культура малой Родины». Там прозвучали именно те, трогающие каждую струнку души, горячо любимые песни из советских кинофильмов в исполнении любителей и профессионалов, которых поддерживали Одинцовские активисты «Единой России». Да, творчество – это хорошо, но не стоит забывать о правилах дорожного движения. Сереж, а ты всегда переходишь дорогу через пешеходный переход? Конечно, я всегда соблюдаю правила ПДД. Молодец! Кстати, инспекторы Одинцовской госавтоинспекции провели акцию «Пешеход». Они напомнили пешеходам о правилах перехода проезжей части в темное время в суток и недостаточной видимости. Взрослым и детям объяснили, что пересекать дорогу можно только в установленном месте по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, а также подарили световозвращающие наклейки и информационные брошюры. В ответ жители пообещали быть дисциплинированными и соблюдать правила дорожного движения. Но и не стоит забывать, что нельзя пользоваться гаджетами за рулем. Кстати, а у тебя стоит двухфакторная аутентификация? Нет, а что это? Тогда тебе стоит поучаствовать в проекте «Урок цифры», где тебе расскажут про мобильную безопасность. Это будет проходить с 13 марта по 2 апреля. Уроки будут проходить в виде онлайн-игр и комиксов. На конкретных примерах участники разберут, как злоумышленники могут похитить данные и аккаунты, а также им объяснят, как можно избежать потери информации и обезопасить свой смартфон. А ты когда-нибудь участвовал в учебных военных сборах? Конечно. Мы в школе каждый год проходим эти сборы. А где-то пользуешься этими знаниями? Конечно. Даже в поход нельзя пойти, не зная местности. Замечательно. Тогда тебе будет интересно посмотреть наш следующий сюжет. Президент Федерации триатлона России и руководитель проекта Лиги Героев Ксения Шойгу посетила Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в Центре «Патриот». Общественный деятель пообщалась с молодежью и поделилась жизненным опытом. Развитие в плане себя гражданина, я получила мероприятие по-русски. Если мы говорим про какое-то иное личностное развитие, то здесь у каждого набирается на себя. В мероприятии приняли участие 900 студентов старших курсов техникумов и колледжей Москвы и Подмосковья. В начале встречи Ксения рассказала о себе, где училась, работала и что является для нее главными жизненными приоритетами. Также курсанты поближе познакомились с основами триатлона и узнали, что нужно для занятий этим видом спорта. Начать бегать, начать ездить на велосипеде. Может быть, для того, чтобы начать заниматься триатлоном. Честно говоря, я не знаю, что конкретно. Вот, наверное, рекомендации для каждого могут быть разные. Впервые побывав в «Авангарде», Ксения отдельно отметила преподавательский состав и высокий уровень подготовки курсантов. Гость и отметила, что планируют перенять этот центр для своих проектов. Мне очень понравилось. Мы посмотрели все с командой, так как нам необходимо, чтобы в Крымштадте все было именно так, только на морскую тематику. Следовательно, смотрели все, как устроено, как делается. Мне очень понравились инструкторы, потому что все было объяснено мне буквально за секунды. Но, тем не менее, понятно, чем занимаются люди, какие курсы ведут, на каком оборудовании все это происходит. Главная задача «Авангарда» – развитие командного духа, физической подготовки и чувства ответственности у молодежи. А также знакомство ребят с передовыми технологиями оборонной промышленности. Когда я говорю «начальная военная подготовка», все сразу представляют сборку-разборку автомата и строевую, в первую очередь. На самом деле комплекс тех вещей, которые мы здесь, ребят, учим, он гораздо шире, чем два вышеназванных предмета. Поэтому по выходу со сбора в центре «Авангард» и школьник, и студент колледжа уже умеют ориентироваться на местности, выживать в лесу, пилотировать дрон, противодействовать, пилотируя ему над ним дрону, расширять свои знания в области военной истории, истории своего отечества. Центр – уникальная возможность для развития молодежи. Он позволяет студентам освоить специальные навыки в подготовке к военной службе, окунуться в романтику военных сборов и выстроить правильные ориентиры в жизни. Татьяна Барбакова, молодежная редакция, телеканал «Одинцова». Впечатляюще! Я думаю, это актуально и сегодня, чтобы вырастить новых героев страны и поставить молодежь на правильный жениный путь. Согласна, и необходимо, чтобы старшее поколение делилось навыками и умениями и выходило на открытый диалог с молодежью, что, несомненно, даст толчок в развитии. Время сейчас с высокоразвитыми технологиями, и про это наш сюжет. Мы с вами оказались в удивительном времени, к которому далеко-далеко не все готовы. Потому что, ну, новое тысячелетие, да, не то что новый век, началось с колоссального роста информационных потоков. Информационный взрыв 21 века и актуальные вопросы современной журналистики обсудили на коммуникативно-молодежном форуме. Новые смыслы, новые темы, новые герои. Спикеры мероприятия, эксперты и практики медиаотрасли региона, слушатели, начинающие работники СМИ и студенческие медиа-центры Москвы и области пообщались в формате безбарьерного диалога. Вот, общаясь со сверстниками, я вижу, если можно так сказать, зазомбированность западной культуры и западными псевдоценностями для нас и откровенной субъективностью, говоря о международной ситуации. Как журналисту, как на журналисты намеря, вся эта субъективность сыплется. Сегодня объем работы журналистов намного больше, чем 10-15 лет назад. В 21 веке оригинальность профессии требует времени, стараний, усилий и постоянной практики, а современные реалии накладывают на специалисты медиасферы большую ответственность. Здесь тоже важна роль журналиста, то, что он формирует выбор, формирует решение, зачастую очень большого количества людей. Для журналиста важно найти свою тему, свое направление профессионального творчества. А сегодня, когда информационный поток хаотичен и движется с космической скоростью, выбор сделать непросто, утверждает спикер форума Наталья Чернышева. Это всегда сложно молодому журналисту, сложно вдвойне. И поэтому мне хотелось в этом своем выступлении помочь сориентироваться журналисту в этом мире, медиа. Он такой непростой сегодня. Также на встрече были представлены работы студенческого арт-флэш-моба, на которых участники воссоздавали картины о профессиях или учебе, делая коллажи с современными фотографиями. Форум проходил в культовом для всех пишущих людей месте историческом особняке Центрального дома журналистов на Никитском бульваре и собрал полный зал заинтересованных слушателей. Очень хорошо, что полный зал. Смотря на сложность, сейчас очень много людей болеют. Сейчас сессия близ, учащихся нет. В самом деле, приехали из разных районов, области. Есть и московские студенты. Все на одной волне. Массу приятных впечатлений и новых интересных знаний от коммуникативного форума получили даже самые юные журналисты. Я узнала много нового. Например, как не потеряться в информационной деятельности, как начать карьеру журналистов. Меня очень рада интересовалась. Просто, наконец, я получила у него ответ, что мне очень понравилось мероприятие. Полина Толмачева, Степан Нагих, телекомпания «Одинцова». Молодежь положительно откликается на такого рода форумы. Это помогает с профориентацией. Главное – найти свою нишу. Я уверена, в скором будущем будет больше специалистов в медиасфере. Но нужно понимать всю ответственность, которая ложится на плечи журналистов. Да, биджурналист – это тот человек, от которого зависит, какую информацию получают зрители. А ты когда-нибудь задумывалась заняться предпринимательской деятельностью? Конечно, задумывалась. Хочется создать дело по душе и приносить пользу людям. Ведь только от нас зависит, как будет развиваться бизнес и экономика в стране. И чем больше будет осознанной молодежи, тем быстрее пойдет процесс. И как раз об этом наш следующий сюжет. На базе Зенегородской школы Одинцовские старшеклассники приняли участие в форуме «Предпринимательское мышление в профессии будущего». На протяжении месяца ребята работали над проектами, разрабатывали свои стартапы, учитывая современные тенденции и актуальность, учили взаимодействовать друг с другом и выстраивать деловые отношения. Как вам участие в этом проекте? Великолепно. На самом деле, этот проект дал нам расплоченность, дружбу, которую мы получили в результате нашего проекта. И результатом нашей деятельности был даже не сам проект, не его реализация, а именно дружба и нахождение реально как товарищей. Работа в команде. Ребята были распределены по командам, где каждый мог проявить себя, раскрыть свой потенциал и быть услышанным. Кураторы проекта – опытные бизнесмены, готовые поделиться своими знаниями. В финале форума участники презентовали свои проекты и боролись за призовые места. Наиболее интересные и уникальные работы были отмечены денежными вознаграждениями. За этот месяц ребята не только научились работать в команде, но и стали настоящими друзьями, которых объединяет общие цели и идеи. Будущие предприниматели выразили искреннюю благодарность организаторам мероприятия. Они смогут сохранить полезный и интересный опыт, закрепив эти воспоминания позитивными эмоциями. Данил Зимин, молодежная редакция телекомпании «Одинцова». Будущее, конечно, хорошо, но историю забывать нельзя. Нужно чтить и помнить традиции предков. Без прошлого нет будущего. Таня, а ты празднуешь Масленицу? Конечно, ведь этот праздник – проводы зимы. Я каждый год сама пеку блины и угощаю гостей. Также люблю народные гуляния. Значит, в следующем году я приду к тебе на блины. Буду ждать. А знаешь ли ты, откуда пошло название этого праздника? Наверное, от масла. Совершенно верно, от масла. Ну а как праздновалась Масленица в нашем округе, посмотрим в нашем сюжете. Нет такого человека в России, который бы не любил этот праздник. Масленицу ждут не только взрослые, но и молодежь с детьми. Сегодня в парке имени Ларисы Лазутиной Одинцовского округа развернулось масштабное гуляние. Масленицу праздновали еще наши прадеды, так как этот веселый и добрый праздник уходит своими корнями в глубину веков. И сегодня разработана уникальная программа, подходящая для детей и молодежи для приобщения к традициям и обычаям русской культуры. Это важный элемент социализации и развития, отмечает руководитель творческой студии Наталья Савельева. Очень интересное мероприятие «Русская Великая Масленица». Наши ребята, ученики участвуют в красивейшем хороводе, поют на сцене, а также замечательно представляем нейронаправление коррекционное для детишек, которые имеют определенные особенности в развитии. И наши педагоги сегодня с радостью делятся своими талантами и профессионализмом. На ярмарке не обошлось без мастер-классов. Сплести оберег для дома, который сохранит уют и избавит от негатива, мог любой желающий, независимо от возраста. Масленичное гуляние – отличная возможность приобщиться к культурному наследию в игровой форме или, как раньше говорили, через потехи. Сувениры на ярмарке соответствовали празднику и передавали атмосферу старины. Это кукла-масленица. То есть это тематическая русская народная традиционная кукла. Вот как раз я ее сделала к сегодняшнему празднику. Конечно, не обошлось без главного символа масленицы – блинов, представленных на любой вкус. На Руси считалось, что съев блин, человек получает кусочек солнца, а как следствие силу и жизненную энергию на весь год. Такой традицией придерживаются и сегодня. Каждый день ела блины, которые готова мама, бабушка. В гости ходила, к подругам тоже блины ела. Может быть, какие-то есть особые традиции, которые вы чтите и придерживаетесь своей семье? Ну, особые традиции – ну как, ходить в гости, наверное, просто друг к другу и друг другу давать свои блины, которые приготовили. Пробовать новые рецепты блинов. Веселым и задорным праздником проводили зиму, будем ждать весну. И как здорово, что в этом году масленицу не жгли, а проводили по-доброму. Татьяна Барбакова, Станислав Трифонов, молодежная редакция, телеканал Одинцова. Ты знаешь, даже аппетит разыгрался. Да, без поваров нам никуда. Ты знаешь историю возникновения этой профессии? Конечно, первым поваром стал первобытный охотник, который случайным образом обжарил мясо на огне. И довольно скоро методом проб и ошибок начали выяснять, у кого мамонт получался вкуснее. Тому и доверяли приготовление блюд. Так и зародилась профессия повар. Вот это да. Сейчас поварам дают разряды. Третьему разряду дают приготовление простых блюд. Профессионалы четвертого разряда готовят блюда средней сложности. А повара пятого – мастера своего дела, которые могут приготовить даже самое сложное блюдо. Давайте еще посмотрим сюжет наших старших коллег, журналистов телеканала ОТВ. И узнаем все тонкости и сложности профессии повар. Обжариваем по одной минуте с каждой стороны. Переворачиваем. Вот такой красивый яркий красный цвет у нас получается. Добавляем ползубчика чеснока. Он поможет раскрыть вкус креветок. После того, как креветки обжарились, время фламбе. Так в кулинарии называется техника поджигания блюда. Спирт выгорает и остается приятный аромат. Делится секретами кулинарии шеф-повар Сергей. В конце добавляют сливки и перемешивают блюда на слабом огне в минуту. Наше блюдо готово. В детстве подглядывал, как готовит мама. А сегодня мама ест блюда своего сына и сама хочет научиться у него некоторым секретам. Сергей отучился на повара, много путешествовал, изучал кухню других стран. Испания, Франция, Италия и Греция. Вкус блюд, конечно, всегда различается с тем, что готовят в России. Приготовить ресторанные блюда дома можно, но вкус зачастую отличается. Это происходит из-за того, что в заведениях блюда готовят на профессиональном оборудовании. Оборудование стоит хороших денег. Оно действительно сделано под сегмент ресторана. И нельзя просто пожарить, грубо говоря, какой-то стейк на элементарной сковородке. Для этого нужен мангал или хоспер. Конечно, там раскрывается, вкус другой дается. Обязанности шеф-повара – контроль качества заготовок и блюд, а также работа с поставщиками. Войти в поварскую деятельность – дело, которое не каждому по силе, признается Сергей. Тяжело в плане температурных условий, потому что мы работаем. Горячий цех, температура у нас иногда даже в горячем цеху где-то по 40 градусов бывает. И рабочие дни по 12 часов. Немногие эти нагрузку выдерживают. Сергею помогает любовь к работе и постоянное стремление расти и совершенствовать свое мастерство. Шесть лет он проработал обычным поваром, пять – су-шефом. И вот с 2005 года он – шеф-повар одного из популярных ресторанов в Подмосковье. Эмилия Рыкелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Очень интересно. Это одна из самых востребованных профессий, которая заставляет находиться в поиске и усовершенствовании своих навыков. Наш выпуск подходит к концу. Обязательно ждите наши новые выпуски и следите за новостями в нашем телеграм-канале про молодежь. А попасть на него вы можете по этому QR-коду. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова